всем доброго вечера у нас опять ремонт девочки вот здесь вот секает вода попадает короче туда зубы этот хрень притащил короче с той квартиры вот этот пластик вот так будет делать хочет но закрыть девочки вот так я не знаю как он бы там закрыть и с этой стороны чтобы вода туда не попадала потому что пленка не закрывает до конца видите там эти овалки у нас опять ремонт девочки это вот сюда вот сверлить эти штучки и туда вот эти штучки девочки я купила давно их уже они лежат я все не знаю куда их пришпандорить а это я красавица время девочки без восемнадцать тридцать пять но чем я занимаюсь я спала полтора часа заечка пришел я вот залила все плиту видите этим излитом и короче чё пытаешь ее помыть а это мои детки детки скажите привет скажите мамины помощники я поела сегодня картофан с колбаской с капусткой объединческой я с таким удовольствием поела и лила спать да потому что идут тяжелые дни вот сейчас я это вы мы все видите и будет все чисто у меня надо дома выспаться и все дела залила вот постояла после жареной картошки всегда вот эта плита девочки она грязная когда жаришь картошку не знаю почему чем она связана я вот не могу намазать нормально мало чтобы было у меня знаете вечно получается как баня блин вот намажешь да моешь моешь потом эту пену и никак не могу смыть я ее вот пока тряпку не возьмешь губкой раз 10 прошлась зато чисто уже потом тряпочкой вот так вот собираешь эту пену надо поменьше она такая мыльная блин штука видите вот еще и чисто вот так опять дела проснулась опять дела нет ни покоя нету нету мне покоя не дня не ночью у меня постоянно какие-то дела постоянно вот эта тряпка должна гулять везде ну нет я имею ваще тряпки домашние ой потому что ну невозможно доставлять это все вот так красиво красиво сейчас мы с вами я вас поставлю нормально вот так чтобы мне не мешали делаем будем заниматься ой пена ушла сбоку ушла пена ушла пена девочки знаете что хочу сказать посмотрела я короче столешница в этом в интернете на зоне продают узкие столешницы там 20 миллиметров ширина столешница толщина но это вообще не о чем девочки у меня столешница она 39 вот нету ни на зоне нигде их нету в интернете там на вальберисе имею ввиду вот в этих магазинах таких столешниц вот нашла я столешницу но тяжелый зараза везти их надо опять груз такси нанимать в этом недостой 3 метра 3 метра долина 60 ширина стандартная 39 миллиметров она лошина вот нашла девочки там она около шести тысяч или семи семи тысяч 6800 по моему магазине такую столешницу вот надо покупать потому что ну нормально столешницу девочки но недорого выходит в принципе да потому что ой это как бы не на один же раз покупаешь да ну и нужная вещь вот сегодня пол мыло опять по краю прошлась опять грязь опять грязь этот пол можно мыть девочки знаете нескончаемо его можно мыть просто блять в день по десять раз до вот так его можно мы не переставая вроде бы и нету никого да чё тут собаки да мы а вот пачкается вот помыла душа радуется сразу вот эти шкафчики протираю фасады вот и все и все хорошо я короче видела не заметили на них или пиратов когда смотрела у них фасады все грязные я прям вообще не люблю когда у меня грязь вот эти места открытые все заляпаны черными пальцами не знаю посмотреть что не судьба что ли отручки даже пачкается как не крути как ты не хочешь а все равно пачкаются я вот периодически их протираю а протирать не будешь ой конечно же будет девочки труба труба вот нашла столешницу буду ее потом покупать когда-нибудь ну груз такси опять же нанимать две тысячи с половиной не дешевле но купим вот ближе к лету поменяем я девочки вот и хотела здесь сделать столешницу да вот на две тумбочки одну там я одна девочка писала на ютубе хотела я сделать и столешнице поменять ракуана просверлить этот как его круглую или там вот из этих камня ты камни то или квадратную ну чтобы красиво было и это хочу сказать девчонки коля сказал не надо потому что модуль а он тяжелый будет уже двойной модуль мы же вытаскиваем периодически все моем я уже рассказывала да там раз в полгода я стенки эти протираю ну даже пускай эта стенка будет чистая между двух модулей а она тут он говорит тебе тяжело будет а если говорить только вот этот кран сломается там ну внутри что-то да менять надо будет вот и одна столешница будет держать понимаете ну как то так он мне сказал это все угу сказал лучше сделать раздельные не цельный модуль так вот он сказал он же знаете у меня специалист глядь широкого профиля поэтому слушаю его и помяну как говорится вот контейнер принес обеденный намоем все чистенько вот эти резинки всегда периодически тоже знаете жир застревает вот так вот тут есть под зацепка ложечком тоненьким вытаскиваем сейчас чистое когда уже темнеет это все и моем чисто чисто я мою или его заставляю мыть чтобы не было метро я не заставлю девочки так и будет ходить ну сами знаете как сами знаете как что ему ему на самом деле блять он так и будет ходить оси конечно здесь парень мой парень мой вот и все это чистое все я спокойно могу ехать работать а спрашивает он меня сегодня ты поедешь на работу ну знаете как он любит когда я работаю ох блять очень 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 любишь чтобы я работал но я конечно и сама люблю работать честно сказать вот а интересуется угу ну когда работаешь конечно же вдвоем да все равно легче жить ой а то как жить то ну как жить то так я хочу сказать мне подписчик написал девочки насчет детского пособия там кто-то на ютубе спрашивал насчет детского пособия какие справки я откуда знаю я вот что услышала да что мне говорят то я не рассказываю а какие там справки еще что-то собирать я ведь не знаю у меня маленьких детей нету там девчонки пишут ой что надо предоставлять откуда и куда блять это уж надо вам узнавать там внуки у них детки не получают они ничего ну я не знаю девочки если бы я знала я бы сразу бы говорила прям в этом видео я с этими делами теперь не сталкиваюсь если бы я сталкивалась если бы действительно надо мне было бы конечно я рассказала бы поделилась с вами вот короче тыкву надо варить молоко мне принес варить надо тыквенную кашу а то парень у меня останется мой парень заебная без завтрака сегодня вот я ему встала утром ой не вставала я утром девочки я не вставала я проснулся я сказала иди поешь творог да положи себе это бесполезно вот вы пишите у вас мужи я не дети у вас в холодильнике там ну я не имею ввиду всех там ну я имею ввиду девочек там пишут же некоторые это у нас в холодильнике лежит он не ребенок он муж он возьмет вот видите вот у вас возьмет вот это очень хорошо я о чем говорю то у вас то возьмут а у меня нельзя я говорю коль там я и обед ему не накладывала я что-то поздно спать была ну сидела все тут это делами в интернете занималась да особо важными мне надо было и вот ух ты такую люблю девочку не могу красотулечка и чё я просто глаза открыла я говорю коль ты поешь творог ну не трудно же распечатать положить помазку намазать там да и поесть сметанкой сметанкой накрыть ну нет ну нет девочки проснулась встала ой а потом спросишь его скажешь забыл у него один ответ а не забыл просто не захотел сам делать вот видите такая тыква она без семечек она семечки только внизу вот поэтому я эту тыкву очень люблю прям вообще хорошая хорошая хорошо хранится долго в холодильнике лежит ее не надо кутать накрывать она немножко заветрила сверху ну ничего страшного вот хорошая тыква прям красота уйдите как меня вот лезут прямо знаете на задние лапы становится да ты как ты так к собаке не ласково относишься блять я чё должна в жопу что ли дуть собаки свои вот скажите мне я должна прям взять и в жопу надуть да вот собака лезет ко мне встает на задние лапы что мне делать в этом случае вот мне надо посмотреть что надо бросать все дела сесть рядом на пол да и ласкаться так что ли вы так делаете я так делать не собираюсь у меня с башкой все в порядке не ласково как не ласково блять они как очень нежные охуеть не сказать а я нет а я не нежная блять пиздец да я в шоке это чё ребенок что ли как-никак собака вот вот и ласкаюсь и всё на попу я лапзаться с ней не собираюсь так вот тыква держи или ешьте или смотрите на неё всё да да вот короче мне подписчик написал детское пособие получает значит женщина одна молодая она работает вот в трудовой книжке ну там минималку как бы по минималке да вписывать ей этот а детское пособие она получает на ребенка четырнадцать тысяч с чем-то там с копейками вот так а вы говорите не дают детское пособие как не дают как не дают дают девочки ещё как дают были бы у меня дети маленькие я бы тоже бы наверно получала бы наверное наверное просто надо удавать вот вот видите кусок порезала всё вот сейчас поставлю воду варить красота красота там чё вот съел ещё надо дать съел тыкву на на хулиган мой ешь ой блять балдерка вот так картошки поел сегодня тыкву поел а чё ему ему лежит в печали сырой я имею ввиду картошки не жареных нет очень нормально я сегодня с утра творожок поела поела значит этот как его с утра знаете чё вот это в бутылочке покажу такая вкусная вещь не раз отдавала то знаете чё я расставила с морозилки вытащила Виктории с сахаром девочки перетёртой такая вкусная вообще обалденческая ммм 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 прям целая Виктория в сахаре сейчас попался в ворот ммм 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 ой от души так сейчас колечки надо этот ой сейчас я ему положу потом попозже картошку на работу с собой ммм 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 ма ммм ммм смотрят на тебя вот так в твою сторону. Кушать ты смотрят. Ну, посмотрите. Ну, посмотрите, я кушаю. Знаете, какой смешной. Ну, артист, артист. Чего? Очень хороший мальчик. Поест. Ну, ну, не я. Слава, знаете, семечком 10-15 съест, и всё. И вся любовь у него. Ну, и то, слава богу. Угу. Так. Сейчас картошечки ему положу. Сразу на работу. Вот. Ой. Потом бузьки кашу. Бузьки кашу с мясом. Ой. Я говорю, ты у нас уже ещё? Да? Это кухня у нас на первом месте всегда. Мы всегда на кухне. Всегда. Вот. Колечко у меня поесть. Картошечки. Блин, не полезет, наверное, сковорода у меня теперь в холодильник. Надо как-то умесить. Потом придумать что-нибудь. Вот. И будь ты ему счастье. Вот, девочки, вот его обед. С рукуской колбасы и жареной картошкой. Плохо, что ли? Неплохо. Я считаю. А что плохого? Ничего плохого. Хороший контейнер объёмный такой. Вот. Именно и дело. Так. Да? Я бы ему капусту дала, девочки, да? Этой. Ну, я спрошу, если будет, потому что я ему вот раньше клала, он не брал салаты туда-сюда, да? Потому что он тут сухо кушает. Если скажет, буду, значит, я положу вот эту банку у капустки квашеной и очень хорошо и поесть. Так. Вот так, девчонки. Тыква у меня варится. Пшено сейчас я помою. Молочко у нас есть. Бузьке кашу сейчас делаю. А что делать? Я не овсяну, вот эту дам в молочную кашу. Она любит. Овсянку, вот знаете, она надоедает почему-то. Не очень-то. Она ест плоховато. А вот это хорошо кушает. Пшено с пипяткой. Когда сварится, я насыплю, положу ей. Надо опять все, ну, видите, как тема у нас заканчивается. Вот. Положу ей. Подостынет в этом блюдце своим любимым. Размешиваю я с тушенкой. Ну, с тушенкой. Ну, с ихни тушенкой. Собачьей, я имею в виду. И все. И ест, а еда пошел. Нравится пшеная каша. Очень нравится. Что-то я сама на пшено подсела. Прям. Раньше я покупала очищенное пшено. У меня даже дома где-то лежит. Оно подороже. Девочки, сейчас оно мне не нравится, вкус. Почему-то, я не знаю. Я не знаю, что случилось, а у меня вкусы поменялись. Раньше я не любила это пшено чистое. Я покупала этот. Где-то у меня есть девочки. Я забыла название. Ну, в маленьких пакетиках продают, в пятерочках. Вы знаете, да? Очищенное пшено. Я очень не варила. Не знаю. Где-то лежит оно. Ой. Не буду искать. Оно мне не нравится. Разограивался вкус. Раньше вот не ела я пшено. А теперь прям за уши не оттащишь. И Коле очень нравится эта каша. Где, говорит, моя любимая каша? Вот из каши, вот из каши. Знаете, девчонки, честно скажу. Он не любит овсянку, ничего. Да я тоже такая нелюбительность. Я в больницах люблю каши. Больничные. Когда работаю в больнице, если меня подопечный не ест кашу, да? Не хочет. Там же домашнюю еду бывает приносят. Ой, я ем. А мне отдают, я с таким удовольствием не ем. У меня дома такая каша не получается. Перловая, овсяная. Мне очень нравится в больнице. А я люблю. Не знаю почему. И вот, и пшено. А ну, правда, здесь бывают вот эти черные штучки, они такие неаппетитно выглядят. Их стараешься убирать. Ну и в каши потом вареные попадаются, я убираю потом в тарелке. Естественно, мрот не кладу. Черные клопинки. Вот. Вот так, девочки. Так что, вот так, девочки. Пособие дают. Я знаю одно, что детям дают пособие всем детям. Всем. Не знаю, почему там какие-то родители не получают. Ну, не знаю. Уже, если в нашей Чувашии дают, тогда уже везде дают. Потому что у нас, Чувашия, вы думаете, что? У нас так легко это все получить здесь. У нас только могут отказать. О, все. Красота. Намыла все. Все. Варится. Так что, вот так. Вот воды много налила. Вот она будет кипеть, кипеть с полчаса. Вода выприт. Я положу пшену и налью водички. И сольце добавлю. И все. Да, по поводу желчегонки. По поводу желчегонки. Я читала в интернете, что сливочное масло, оно даже вредно. Понимаете? Вообще вред организм наносит. И желчь не гоняет. Да. Желчь не гоняет. А гоняет именно, да. Растительное масло гоняет желчь. Вот. Правильно. Понимаете? А животные... Вообще полезно, девочки, животные жиры, если вам нужны, полезные сал. 30 грамм сала в день надо их кушать. Я сама-то не ем его. Тоже редко бывает так. А вообще положено 30 грамм в день кушать. Вот. Вот. Сделала мне такие штучки, девочки. Вот халат. Халат буду вешать. Халат. Падает, да? Она повесит, она... Упадет, да? Упадет, говорит, блядь. А нахуй я тогда мне повесил, если халат падает? Бесполезно, блядь. Бесполезно. Может быть, халат, наверное, тяжелый, девочки, да? Не знаю. Если халат падает, тогда что тогда? Ой, да. Ой, не держит. Надо крючок, наверное. Для халата надо крючок, Коль. Да, там. Я розовый. Кручок надо, да. А вот смотрите, это письки на полотенце. Я ему сказала, что это сделать. Видите? Ну, я подтираюсь постоянно им. Веди, не местно. Веди. Оно висит везде, нигде не попадет. Очень удобно. Раз, и все. Все. И даже ногтями раз, достала, а потом раз, вот так. Для полотенцев хорошо, для легких тряпок. Да, халат тяжелый. Халат тяжелый, надо крючок. Ну, надо что-то сделать, девочки, потому что, ну, не делай же, блядь, этот халат будет висеть. Ой, лежать в шкафу. Сложно. Нет, нет, можно надеться после душа, да, вместо полотенца. Так, ладно, разберемся. А вот полотенце, например, да, вот так вот его раз и повесил. Вот так вот его. Вот. Вот, видите, очень хорошо. Где нет петель, очень хорошо висит. Красота. Когда тут висят трусы. Ха-ха-ха. Так, что мы тут делаем? Опять у нас ремонт, девчонки. Ну, надо, надо, потому что вода текет. Вот, видите, он делает вот эти бордюрчики. Додумался, да. Вода не то, что... Брызжет она туда, брызжет и заливается под дон, а потом там будет... Ну, что там будет? Там будет плесень. Что там будет? Вот бордюрчики. Будет и все, и красиво. Небольшая. А так в основном... Основной это висит шторка, а вот именно внизу. Внизу, девочки. И будет хорошо. Очень хорошо. Шторка прямо у нас в поддоне. Мне очень нравится. Красота. Вот. Вот так сделала. Пускай лежит. Все, мыться сегодня опять нельзя, блядь. Ну, и пизду его. У нас мыться, знаете, через раз. Короче, кто-то тут поссал на пеленку меня. Буся, наверное. У нас можно мыться через раз, девочки. Потому что у нас все в ремонтах постоянно, блядь. Что вот это так, на, не отмывается? Какая-то хуйня какая-то, я не знаю, шпаклевка или что. Я сегодня мыло, 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 не отмывается. Что помыть, девочки? Напишите мне. Может, спиртом отойдет? Ой, 10 часов. Ой, 10 часов, господи. 7-10 время. 19-10. Я ему говорю. Я ему говорю, вот эти помидоры надо убрать отсюда. Хотя половина, чтобы ставить метаз. Медовинный полень взломался, а? Ой, господи. Ну, как сломался? Он еще не сломался, уже сломался, блядь. Вот этот таз, чтобы убрать, девочки. Я ему говорю, давай уберем помидоры. Не убирает, девочки. А знаете, почему не убирает? А потому что у него здесь завал. Вон. Опять завал, блядь. Куда я уберу? Надо половину унеси в квартиру, блядь, туда. Чтобы таз поставить. Ну, что у меня стоит он, блядь, а? Ой, дебяки. Невозможный же мужик. Просто невозможный. Ну, невозможный. Блядь. Что я ходила? У меня там у тыквы, наверное, выкипает. Просто невозможный. Ужас какой-то, блядь. Как я с ним живу, я не знаю, блядь. Иди нахуй. Заберу и что, блядь. Это заберу и тогда. Еще не закипело. Ладно, сварится. До 8 часов вечера. Все. Пизду. Кого ты заберуешь? Кого ты заберуешь? Кого ты хочешь заберуешь? Самой пойду теперь, в Куркачеву. Курачеву не надо забирать. Ты вот эту полку мне освободи. Куда ты в Курачево заберуешь, блядь? Места нету мне. Ты меня освободи. Там коробка не нужная. Надо убрать это все в квартиру. Это коробка и плитка. Плиткорез унеси Курачева. Теперь там будет у нас лежать вот этот плиткорез. А чтобы его не спиздили. Там, где мои банки должны стоять. В Курачеву унесешь. Ну, все, не пьешь. Себе пьешь. Вынесешь. Украдут. Украдут у него, блядь. Девки, сто квартир, да? Там украдут. Прям одни воры там, блядь. А у нас? Унеси, в погреб положи. У нас же есть подпол. У нас есть погреб, правильно? Погребом, короче, в подвал туда положи. И никто не украдет, блядь. У нас там замок закрывается. Он замок повесил. Украдут у него. Вот видите, садизма. Пока пиздюлю не получит, пинка под носу, он и сделает. Я в воскресенье вечером приезжаю, даю ему пинка под нос. И он побежит, положит. Посмотрите. Посмотрите, молодые мои. Мои влюбленные пары, моя. Это моя влюбленная пара, моя, гуси, гагара моя. Ой, ладно, хоть ему хорошо. Ну, должно же быть кому-то хорошо, правда? Наели стыква-то? Че им? Ладно, девочки. Больше не буду. Че надо? Больше не буду много говорить. Длинное, опять, кино получится длинное. Че тебе надо? Сейчас пускай, стои, сейчас я мне не надо. Он мне уже в банки спускает. Уже. Я сейчас занята. Ты не видишь, что я блогер? Он мне банки дает. Надо каждую баночку протереть. Она пыльная. Он мне даст, я ее протру. А там надо освободить полочку. На, на, что значит на? Он мои огурцы хочет унести в курчатого, девочка. Для кого он понесет мои огурцы с помидором или в курчатом? Чтобы там их сожрали, что ли? Протеранты. Нормально, блядь? Он свой плиткорец, он будет здесь охранять, да? А мои огурцы и помидоры там будут жрать, блядь. Ну, хуя всяких крутила. Деловой, да? Нормально? Ему мой труд не жалко, блядь. А мне его и вонючий плиткорец не нужен здесь. Все, всем пока.